Доброе утро! Вы смотрите новости. Меня зовут Антон Скалли. Начнем этот выпуск с, наверное, интересующего всех вопроса. Какой будет погода в мае? Итак, синоптики опубликовали предварительный прогноз на последний месяц весны. Давайте посмотрим. В этом году мае будет достаточно холодным. Среднемесячная температура воздуха ожидается плюс 6, плюс 13, что ниже нормы на 2 градуса. В первой и третьей декадах месяца ожидается повышение температуры воздуха ночью до плюс 12 градусов, днем до плюс 20. Во второй декаде вновь похолодает. По ночам будет минус 1, плюс 4 градуса, днем максимум плюс 11. Также синоптики предупреждают. В первой и второй декадах нас ждут дожди местами с грозами, а в периоды похолоданий даже с мокрым снегом. Продолжим выпуск. 235 жителей Рубцовского района прошли профобучение в прошлом году и при этом абсолютно бесплатно от службы занятости населения. Многие из них теперь работают электрогазосварщиками, слесарями, поварами. В этом году обучение безработных продолжится. После они смогут попасть на крупнейшие предприятия города, такие как сибирская генерирующая компания «Алтайвагон». На последнем, к примеру, в прошлом году трудоустроили 13 человек по различным специальностям. Среди них Иван Каменев, раньше трудился он в автосервисе, говорит, заработок был непостоянным. Зачастую зависел от сезона. Теперь же зарплата приходит стабильно. В центре занятости от учился бесплатно, давали еще стипендию, подавать нормально. Да все устраивает молодого года вообще, прям нормально. Начальство отношения. Добавлю, в прошлом году профобучение в Алтайском крае прошли около 4000 безработных. Трудоустроились из них свыше 90%. Лучшего в сфере гостеприимства выбрали в Белокурихе. Конкурс прошел в рамках международного туристского форума «Визит Алтай». За победу боролись 15 администраторов отелей и гостиниц и санаториев из Белокурихи, Бийской и Краевой столицы. Испытания прошли в два этапа – теоретический и практический. Сначала участники ответили на 20 вопросов теста, а затем продемонстрировали свое умение общаться с гостями, в том числе и на английском языке. Корректно разрешать конфликтные ситуации. Победители и призеры краевого конкурса будут отмечены дипломами губернатора Алтайского края и денежным вознаграждением. Также победитель примет участие в общероссийском этапе конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Торжественное награждение победителей состоится в августе. И к другим темам. Барнаульцам бесплатно раздадут саженцы хвойных деревьев. Традиционная акция по озеленению «Один житель – одно дерево» пройдет завтра на площади Спартака. В этот день с 10 часов утра каждый пришедший сможет получить абсолютно бесплатно сеянцы молодых сосен и лиственниц. Их подготовят и привезут на площадку специалисты «Алтай леса». Посадить молодое деревце можно будет на своем приусадебном участке во дворе дома в ближайшем лесном массиве или там, где захочется. Организаторы говорят, что пока сеянцы находятся в так называемых «снежниках». Все интересующие вопросы по посадке, а также сохранению зеленых легких Алтайского края можно будет задать специалистам. Отметим, что акция пройдет не только в краевой столице. Так, 4 мая получить сеянцы можно будет в Камне-Наби и в торговом центре «Меридиан» города Рубцовска. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.